Ребятки, всем привет! С вами Александр, Мир Южского периода, и вы на канале Линка Гейм. Итак, у нас есть парочка заданий. У нас сегодня понедельник, но понедельник у меня выходной день, потому есть возможность снять какую-то серию. Итак, у нас двиг ледников за Элос Материа. Давайте сейчас откроем. Так, это подводная битва. То есть, может я ее выполню с вами, может за кадром, но у нас главное событие, это побег тираннозавра. Давайте посмотрим на награду. Это тираннозавр. Сколько можно тираннозавров собрать за эту неделю? Так, и вот такие вот у нас условия. Ну, все довольно просто. Так, но перед этим у нас есть супер-пупер-сделочка. Я специально ее приберем для вас. Вот эта сделка. За 18 миллионов можно собрать 10 миллионов еды. Да. Так, давайте соберем вот здесь. Так, это у меня до сих пор идет скрещивание. Вот второй у нас. Так, ну и еще нужно пособирать немножко монеток. Это сделать легко. Вот и все. 10 миллионов мы с вами легко насобирали. А теперь помчались в битву. Так, тирексы. У нас три тирекса против одного индоминуса. Ну, я бы победил. Посмотрим, что сделает наш противник. Давненько я не сражался индоминусом, да еще и против тираннозавров. Красавчики. Ну что, первый удар наш. Лучше бы ты его лапами загрузь. Да, хотя в фильме у нас победил именно тираннозавр. В нашей игре индоминус вне конкуренции. Хотя индоминус же он очень умный. По идее, должен был побеждать в фильме. Как вы считаете? Тираннозавр, конечно, классный. Мы все его любим, но... Ну, у индоминуса и крепкие лапы. И тоже довольно большая пасть. То есть проблем никаких нет. И масса у него побольше. Ну, в животном мире, ребятки, масса очень сильно решает. То есть, даже если дерутся два одинаковых вида, то противник, который меньше, обычно просто убегает. Он даже не вступает в бой. Потому что животные не хотят друг друга ранить. То есть, и специально как бы сражаться. Они сражаются только, когда уже как бы нет выхода. Так. О! Смотрите, у нас появился крутой Тирекс. Это становится интересным. Я бы хотел посражаться с тремя Тирексами. Такими какими-то крутыми, навороченными. Так. Акрокантазавр? Как вы считаете? Ну, ему тут все-таки помощь кого-то нужно дать на всякий случай. Пусть будет Юдон десятый. Так, акрокантазавр у нас родственник же гиганатазавра, да? Если я не ошибаюсь. Так. Ну, этого я не могу пробить за один удар. И это очень ему на руку. Два в защиту. Так. Два-два-два. Атакует на один. Это отлично. Сейчас мы будем побеждать. Так. Вспоминаем, что у него удар больше, чем 700. Делаем вот так. И вот так. Отлично. Ну, давай, атакуй и отдай нам победу. Так. На один всего лишь проатаковал. Это не очень хорошо. А, ну, достаточно. У него было всего лишь два балла. И мы легко победили. Вот эти вот отростки у акрокантазавра, как будто бы он какой-то зомбозавр. Так, ну, у нас остался последний бой. И нам дадут шарового тирекса. Так, интересно. А вот это вот фильма? Это фильма? Фу, фильма. Эта сцена не из фильма? Вот здесь какой-то знак. Если бы здесь, ну, не видно забора. Вот что это за сцена из фильма? Ребятки, кто-то ее, может, узнал? Так, ну, а у нас... Оу, круто, 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 круто. Смотрите, у нас тираннозавр. 4000 на 1500. Давайте подберем ему достойного противника. Так, ну, к сожалению, это... Ну, вот так вот может быть. Едон 20. Ну, это ближайшее, что у нас есть. Давайте попробуем. Ну, здесь шансы, сами понимаете. Победить может любой. Так, ну, давайте я его проатакую, допустим. Так, ну, это было как-то совсем неинтересно. Он просто отдал нам победу. А это было бы интересно. Вот я хочу, знаете, чтобы в игре добавили возможность изменять уровень своих динозавров. Ну, чтобы ты взял, сделал Терекса сотым уровнем и пошел им сражаться на арену, на ПВП-арену. Ну, и там уже под тебя легко подобрать же противника. То есть, ну, чтобы ты не мог делать динозавра сильнее, чем, как бы, там, самый сильный гибрид. Да, но в этих пределах можно было любого взять Трицератопса и сделать его таким же сильным, как, допустим, Иоламбия. Ну, и так далее. То есть, в пределах определенных пределах, чтобы можно было изменять. Ну, так же, как противник, он адаптивно подстраивается под нашего самого сильного динозавра, под гибрида, чтобы можно было так вот любого динозавра прокачать на любой уровень. Ну, на время, на время битвы. И все, было бы круто. Так, нормально, там полторушечка генов почти нам прилетело и тиранозаврик. Сколько там у меня уже насобиралось их? Довольно много. Так, ну, еще давайте разочек сходим. Один боечек для разнообразия сходим под воду, сразимся. А то мы давненько здесь не были. Так. Плотозаврик. Тилозаврик. Мазазаврик. Интересно. Может быть интересно. Кстати, можно брать одного сильного. А потом какого-то слабенького. Так, ну, я за три его завалю. Раз, два, должен. Так, два удара. Ну, это не страшно. Так, ну, я опять его могу пробить. А теперь попытаемся насобирать восемь очков, ребятки. Чтобы мазазавр, ну, хотя бы что-то попытался сделать. Так. Так, он протокол на все четыре. Сейчас мы подменимся на мозика, атакуем, ну, не на восемь, хотя бы на семь, да. Посмотрим, на что его хватит. Все-таки с бонусом. Да, легко он победит. Победит все-таки. Да, уже вот перебор. Дико много. Ух ты. Давно не видел мозазавра. Надо его почаще врать. Кто согласен, ставим лайк. Землеройный мозазавр. Эх, классно. Два ряда зубов, красавчик. Просто супер. Так, ну что. На этом тогда я видосик закончу. Думаю, продолжу я уже самостоятельно бороться в этом турнире. Хотя еще три дня, может, еще как-то там буду разбавлять для вас этими сражениями. С вами был Александр, ребята. Не забудьте подписаться на канал и поставить пальчик вверх. Мне это будет приятно. До скорых встреч. До скорых встреч.